Здравствуйте, меня зовут Владимир. Сегодня я вам покажу, как создать в Алиас вот такой вот объект. Где основная сложность будет вот эта поверхность. Чтобы все сделать ровненько, недостаточно пользоваться обычной техникой и обычными инструментами. Слойер или рейлсвит. Поэтому вперед для начала нам нужно построить болванку, относительно которой мы будем отталкиваться и строить уже модель. Для построения болванки нам нужно принимать пятую степень способ построения CV. При нажатии клавишей Shift, зажатой на любой инструмент с вот таким квадратиком, мы попадаем в настройки этого инструмента. выбираем третью степень, строим, используя кнопки мыши. Строим вот такую кривую, зажав Alt, мы привязываемся к сетке, чтобы это нам возможность привязаться к нулю. итак, теперь используя инструмент симметрии, мы относительно нуля делаем модель симметричной. Значит, как изменить направление плейна симметрии? плейн симметрии завязан на симметрии слоя. То есть, если у нас есть объект, например, вот такая кривая, такая кривая. И нам нужно сделать симметричную ее относительно вот этой плоскости, создав малый слой. Назначим эту кривую на этот слой. Значит, так, слишком просто. Как поменять плоскость симметрии? Выделяем слой, заходим в меню Layers Symmetry Set Plane. Layers Symmetry Set Plane. Слоя должен быть выделенным. Выбираем плоскость симметрии. Нажимаем Set Plane. Симметрия поменялась. Теперь относительно этой симметрии можно использовать инструмент симметрии. Вот так это работает. Итак, движемся дальше. У нас есть вот такая кривая. Итак, о том, что объект имеет историю, можно судить по цвету, отображению его в випорте. Кривая, имеющая историю, имеет зеленый цвет. Поверхность Surface без истории имеет синий цвет, синий цвет, тоже зеленый. Поверхность, на которую спроектирована кривая, имеет тоже свое отображение. и так спроектировать можно вот этим инструментом. Зажатый Shift можно увидеть настройки. Нам сейчас важно выбрать пункт View. Это означает, что мы будем проецировать кривую носительного вида Top. выбираем сначала поверхность, на которую будем проецировать кривую. Пробел, кривая, пробел для подтверждения. Итак, вот так выглядит Surface, на которой спроектирована кривая. Кривая, в свою очередь, на поверхности, имеющая историю, имеет зеленый цвет. Можно видеть, как она завязана с оригинальной кривой. Изменения по CZ не меняет, потому что мы спроекцировали сильно видно Top. И это все параллельно по боку, короче говоря. Итак, если мы обрежем эту поверхность, то по сравнению с оригинальной у нее цвет изменится. Вот здесь можно выбрать команду Antrim или нажав колесико мышки перетянуть на полку эту команду, потому что используем первую часть. Итак, мы видим Curven Surface без истории, с историей. плоскость не обрезанной и не завязанной истории и поверхность обрезана. Она немножечко отличает цвет. если же плоскость завязана историей, например, инструментом Align, она тоже имеет зеленый цвет. Так, поехали дальше. Значит, нам история данной кривой не нужна. Как удалить историю объекта? Ну, конечно, первое, нужно выделить в меню Delete Constructions History или вытянуть эту команду опять же колесико мышки на полку. Нажав подтвердим. Теперь эта кривая имеет другой цвет, незавязанной историей и не никаких связей с этим инструментом. Итак, чтобы построить болванку для того объекта, нам нужно такую же кривую сделать вот здесь на плоскости ZY. Это можно сделать просто воспользуясь командой Duplicate Object. Нам нужна одна копия и повернуть вот это пивот точка вращения вокруг оси Z XYZ на 90 градусов. Итак, значит, мы будем строить абсолютно симметричный объект со всех четырех столов для экономии времени. Но в целях практики вы можете построить и несимметричный объект. Итак, наши действия дальше. Строим непосредственно саму болванку. Для этого мы используем инструмент Rail Surface. Зажатый шрифт попадаем в настройки. Нам нужна одна рельса и одна Generation Curl. Sweep Mode. Нам нужен Parallel. Что это значит? Это значит, что Generation Curve не будет менять свои направления в пространстве, скажем так. Она будет идти параллельно движением всегда параллельно самой себе. Это видно из построения. Если мы выбираем Natural, то кривая изменяет в зависимости от нормали, изменяет свое положение к нормали кривой Rail. Если мы выбираем Parallel, то независимо от нормали кривой Rail, Generation идет параллельно первоначальной кривой. Итак, при построении можно отслеживать отслеживать структуру поверхности и менять ее. все это интерактивно происходит. Если вдруг при построении вы сняли выделение с объекта и вышли из инструмента, значит вернуться в него можно несколькими способами. Первый, если вы помните, чем вы его создали. Бывает такое, что проходит время, видно, что объект имеет историю, но каким инструментом он был создан не всегда ясно. Это может быть Square, это может быть Rails Surface. Для этого можно использовать Query Edit. Нажав на этот инструмент и выделив объект с истории, мы попадаем в инструмент, с помощью которого этот объект был создан. если же мы помним с помощью какого инструмента он был создан, то можно перейти в него и точно так же настройки могут меняться. Итак, Explicit Control дает нам возможность вручную устанавливать степени кривой и рельсы. Точнее уже готовой поверхности. Итак, у нас есть вот такая поверхность. Выключим CVGAL. Скроем кривые в этом слое. Зазначим Invisible был отключен. Вот так выглядит наша болванка. Она имеет практически идеальную форму. Но с точки зрения топологии это неприемлемая форма. Давайте завершим немножко обрезов. Так. Сдвинем зажав Alt центр плоскость относительно пивота. увеличим масштаб. Используя инструмент Intersect создадим Kerman Surface нашей болванки. Значит можно немножко приподнять. при навигации в окне перспективы или любой трой проекции нажав на какую-либо кривую или поверхность мы ставим пивот вращения камеры Geport то есть если нас интересует какая-то конкретная точка зона навигации ставим просто клацаем левой кнопкой мыши там на поверхности это не работает но можно клацать на ребро поверхности взять и перетянуть пиво туда куда нам и так это плоскость нам больше не нужно trim keep keep это оставить клацнув кнопкой на области которую мы хотим оставить мы как бы говорим что вот эта часть нам нужна discard это не оставлять это нужно в том случае что если оставить нужно очень много мелких объектов а выкинуть только одну часть то целесообразнее будет использовать discard divide это разделить то есть если не выбрасывать ни одно это аналог сплита в rino и так тип вот так выглядит наша бланка которую мы сегодня будем строить отображение отображение випорте этих объектов меняется вот здесь видим лимонные линии это все завязано на вот этом параметре tolerance чем он меньше тем сеткам плотнее это конечно тяжелее для ресурсов компьютера но качественнее отображение так как мы будем строить будем строить небольшой маленький объект там в принципе ресурсы компьютера практически не будут затрачены поэтому можно толеранс увеличить побольше так тоже влияет на отображение и так вот такую балованку мы будем перестраивать в нормальную топологию еще раз повторюсь что нам не принципиально придерживаться именно поверхности этой балванки но на ее основе мы будем делать наш объект итак включив отображение кирвейчера курватуры или как вы хотите это называть можно чтобы вот предел 50 сэмплов у этого слайдера это касается практически любых слайдеров в алиасе они имеют свой предел но это не значит что нельзя поставить больше можно поставить больше можно поставить 100 убив туда значение можно также менять зажав клавишу alt control и тянув мышку на этом значении можно плавненько менять количество сэмплов итак что мы видим что есть смысл обрезать ту поверхность не обрезать точнее а это можно и обрезать вот до сих пор пока идет у нас равномерный распредел равномерный радиус дальше будем достраивать это уже другими поверхности так как это сделать нам нужно спроецировать 4 кривых на эту поверхность и сделать три итак перед этим чтобы удалить любые вот такие вот вещи анализирующие объект это могут быть кривые такой дикобраз показывающий кривизну поверхности это могут быть вот такие тестовые surface continuity локаторы которые находятся на соединении двух поверхностей показывающие какая непрерывность между ними там G1 G2 G3 G3 не показывает G1 G2 и Position удалять их можно в этом меню удалить локатор это очень удобно не занимает много времени взмахом итак поехали еще раз включим до сих пор нам нужно где-то отрезать эту болван так переходим бить сверху и создадим кривую лучше конечно чтобы она была как бы параллельно вот этой кривой тогда в финале мы добьемся более равномерной результат итак что для этого нужно можно создать кривую в третьей степени это значит чтобы построить кривую без спанов нам нужно 4 серии нужно симметрия как работает симметрия перемещая контрольную точку с одной стороны она перемещается с другой не сразу конечно итак она имеет небольшую кривизну эта кривая чтобы увидеть ее вот так она выглядит итак теперь нам нужно ее сделать offset вот этот инструмент и прямо в юпорте перетягивая мышку до сих пор примерно пробел для подтверждения сейчас она имеет зеленый цвет это значит что была создана история построения если если не дали то кривую которая нам не нужна то история будет понять итак мы имеем первую кривую для обрезки нашей балански что примечательно для алиаса что offset возможен здесь при неизмененной практически структуре кривой то есть была третья степень везде алиасет он просто сделает точки по нормали к оригинальной кривой допустим если сравнивать с рино то он создаст очень много контрольных точек чтобы как бы добиться высокой точности при вовсете чаще всего не так и нужно нужно чистая кривая итак выделим эту кривую видно что пивот ее находится в центре нам нужно четыре таких же значит мы заходим в меню Edit Duplicate Object нам нужно повернуть ее вокруг ACZ на 90 градусов и нужно сделать это три раза потому что одна кривая у нас уже есть идентичный инструмент похож на инструмент Array 3D Maxi и там выставляют число мы имеем мы имеем общее число копирующихся объектов здесь мы имеем число не учитывая уже созданные объекты короче минус 1 итак нажимаем Go вносительно пивота у нас копировались четыре три кривых четвертая у нас там была итак нам нужно их спроектировать на наш объект мы выбираем инструмент Project выделяем Surface пробел выделяем четыре кривых пробел что произошло они не спроецировались относительно вида они спроецировались если мы зайдем в настройки относительно нормали поверхности то есть видно что нормали к поверхности имеют вот такое направление нам это не к чему сейчас нам нужно спроектировать относительно вида зайдя в настройки вот в любви итак вот так выглядит наш объект на который спроектированы наши четыре кривые итак есть два варианта получить необходимую нам первую поверхность это инструментом Square мы можем просто создать поверхность которая будет в принципе удовлетворять наши требования она будет практически в точности повторять не будет очень странно вот вот разве что третьей степень будет повторять нашу новую ванну второй способ очень чистый это это делать трим конверт это очень продуманный скажем так инструмент что он делает он конвертирует если после трима любая поверхность имеет форму квадрата то он этот инструмент перестраивает ее поверхность не имеющую трим частей это очень полезный инструмент в моделировании потому что любая любая трим-эдж скажем так при бленде между ними между трим-эджами создается намного большее количество и степень нужна больше для поверхности чтобы достичь G2 непрерывности и тому подобное если же мы делаем бленд между поверхностями нет рим-эджей то можно добиться G2 с поверхностью такой же степени как и допустим вот это и так то же самое мы получили дальше что необходимо сделать необходимо построить вот титул поверхность и так пару слов про трим-конверт чем я говорю значит рецепт возвращает все установки в предыдущий вид копируем один объект переместим переместим вот сюда скопируем его еще раз пивот пивот на объект ответ и так Итак, эти два объекта имеют степень 3 по U и V координатам. Если мы сделаем, допустим, команду fill-in двух объектов между собой, и нам нужна непрерывная G2 между ними на auto recalc, это автопересчет радиуса. Как всегда, что-то не так происходит, да, пытаемся объяснить. Так, что не так? Две поверхности. Филет. Одна, вторая. Построй. Хормистанция. Хм. Шестьдесят. Двести. Итак, двести. Имеем. Это цифры, все зависит от масштаба, который мы строим. Если, так как я начал строить на глаз, не придерживаясь единицы смирения, я просто не знал, какой я должен быть радиус. Итак, что важно. Он автоматически делает trim каждой поверхности, создает между ними. Сюрфейс. Мы видим, что спаны. Вот это спаны, это то, чего стоит избегать при построении класса А поверхностей. И мы сегодня будем их избегать всеми возможными способами. Эксплисит контролл. Наверное, возможность. Ручный настрой. Количество спанов. Здесь же можно включить continuity check. Что видно? Что мы имеем степень даже больше, чем 3, чем оригинальная поверхность. Мы имеем степень 5. Доли вот этой координаты U. Это U. И тем не менее, мы не можем получить даже position continuity. То есть, мы даже не попадаем в стык. Мало того, что непрерывность. Нет. Увеличивая степень, мы не можем попасть. Это, кстати, может быть из-за того, что концы start и end у нас не выровняли между собой. Если мы поставим edge align. Вот она, дорогая. Так, минимум, который нам нужен. Видите? 3 не подходит. 4 минимум. Что значит edge align? Это значит, что он такой же G2 выравнивает и edge между собой. Default это... Если, допустим, у нас эта поверхность длиннее, аж до сюда идет, то default просто соединит перпендикулярно к этой поверхности. и extend продлит, не обрезав филе. Итак, вот что происходит, если у нас не... Когда у нас edge, которые блендятся между собой 3 минуты, вот так, нам нужна поверхность в большей степени обычно. Причем это простой пример. А если поверхность чуть-чуть сложнее или кривизна больше, то нам чаще всего понадобится степень больше, чем 4 в данном случае. Итак, что дает нам Trim Convert? Он дает нам возможность вот эти поверхности относительно так, скроем сетку относительно вот этой Curran Surface конвертнуть данный объект. Видите, он удерживает это расстояние довольно-таки точно. Но если это первоначальные поверхности, которые мы строим, то это очень неплохой результат и здесь большая точность в ней обязательно. Теперь эти поверхности мы можем удалить и используя Blend инструмент мы можем настроить вот о чем я говорю. По U координате мы имеем третью степень минимум, который нужен для описания этого ребра и пятую степень для Blend то есть эта поверхность намного чище, чем предыдущая. И намного там была четвертой степень. Вот такая была. но третья это решение намного лучше в данном случае. Вот для чего используется Dream Convert, чтобы избежать тримутых AJ. Это не всегда, конечно, помогает. Не всегда его лучше использовать, потому что бывает, что объект может пригодиться, допустим, в будущем для перепостроения и так далее. Вот что из себя представляет Dream Convert. Итак, поехали дальше. Это нам не понравится. Здесь у нас есть наша серфа и созданная при помощи Dream Convert и имеющая третью степень по и координате. Мне, честно говоря, хочется сделать две симметрии, чтобы она была четко относительно нуля. это раз, гуляем историю, меняем set name и второй раз. На всякий случай. Так, теперь я уверен, что она относительно нуля на по всем четырем сторонам. Симметричный и мы движемся дальше. Теперь нам необходимо всего лишь построить одну поверхность вот здесь, чтобы описать все остальное. Для этого мы можем использовать Duplicate Curve инструмент тач тач blend тип соединения. Можно использовать просто connect. Блендить нам не нужно, потому что мы знаем, что здесь и так все и терт спан в данном случае более развода. Итак, раз, два, вот он ставил спан сюда и соединил две кривые. теперь, чтобы создать кривую к этому ревну, ее можно вытянуть любя способами. Эта поверхность нам уже практически не нужно спрятать. Все вот эти кривые можно спрятать. и так вытянуть ее можно просто метод создания кривой edit point кривые создаются точно такие же как и все остальные но метод немножко отличается. Итак, рейлсвит под на рельсу на generation вот это у нас будет gen это рельс. Не использовать explicit control вот такая поверхность деленная имеет историю удалим кривые построения истории больше нет. Итак, значит поверхность вот здесь должна быть чтобы здесь получились еще радиусы можно немножко отступить от угла и построить поверхность бленд между двумя этими. Для этого мы спроекцируем две кривые вот так. во время построения кривой можно использовать control z он возвращает кривую на удаляем точки построения портинга и так то вот это руплик мир относительно yz был и спроекцируем где-то мне не нравится слишком маленький радиус здесь будет в конце концов нужно подвинуть сюда вот так можно это отследить и ну да вот здесь в принципе достаточно и так нет вот кикнируем project view миральные поверхности две кривые и эти кривые можно спрятать назначим их на слой который у нас скрыт и так еще раз можно использовать trim convert для того чтобы трим эту поверхность и не было спанов вот этих trim convert convert вот здесь это поверхность нам не нужна вот что мы имеем дальше blend кривая зажав ctrl alt мы привязываемся к кривой что примечательно в али оси относительно blend во первых можно управлять непрерывности здесь G0 достаточно но она все равно почему-то пятой степени вот это мне не сильно нравится но в принципе это неплохо и так немножко про blend в алиасе и так что же особенное в ленде программы алиас серфа если или автоматизм в этом случае скроем ненужное включим grid идем в топ так пусть это будет G3 это не суть важно важно как он ее строит значит в большинстве программ и в большинстве допустим Rino и по моему Valias старых версий в этом видеомере blend происходит следующим образом распределение точек конечно равномерно но если одна кривая выше или ниже или не как-то неправильно расположены то выравнивает он их соответственно и вот что я имею ввиду представим что это такой же blend и в Rino такой же blend и во многих других программах и так в чем же разница большая в том что если допустим Rino эти кривые имеют между собой вот такое отношение то и blend будет кривой и вот это будет падина которая совершенно не приемлема видите blend есть G2 соблюдается но существует падина и она аж до сих пор казалось бы все ровно и исправлять это только вручную а если особенно это поверхности и они на всем своем протяжении имеют небольшой уклон с одной стороны вот такое равномерно идет а с другой стороны вот такое то это вообще очень проблематично в алиосе же в бленде и кривой и blend инструмент между поверхностями имеется очень неплохая продуманная видите он выравнивает их избегая впадины аж до экстремальных углов сохраняя при этом континьюить G2 и G3 как он выставляет это очень очень неплохо бывает часто в последнем моем концепте при построении нужно было блендить поверхность капота и передней поверхности и расстояние между ними было вот такое то есть нужно было или extend делать поверхность и сенат чтобы получить более ровную алиосе в то время как алиос-бленд строит это очень даже неплохо сохраняя все вот эти деньги пропорции и сохраняет кривизну адекватной особенно если G2 всего лишь он вообще работает на уровне вот так вот проблент и так вернемся к нашим баранам строим для этого нам достаточно и инструмента сквер деляем 4 гра смотрим как оно выглядит здесь нам важно G2 на G2 первой вот он его выравнив тут конечно лучше увеличить степень поставить больше третий потому что вот эта дуга принесет нам потом немножко проблем это мы увидим позже и так вторая степень не подходит третья в самый раз вот это все не принципиально что здесь файловен позже нам не важно это не нужно ленд кривые не нужно и кировый ссорфейс тоже не нужно значит настройки вот вот этих серфейс континьюити чеков по умолчанию у них вот это все выключено лучше это включить это даст более точную проверку проверку и так что мы делаем дальше дальше этот объект по оси Z на 90 градусов 3 штуки углов проверяем все у нас получилось и так чем же основная сложность следующих действий наших и так пытаемся создать завершающий кусочек стандартными средствами для этого мы используем Blend Curve понятно что здесь нам нужно не Blend Curve а Trim Edge этой поверхности для построения последнего куска поэтому мы сделаем Project View пока эти углы нас не интересуют мы потом просто скопируем все это и обрежем и так Trim Keep Data Curve нам больше не нужно создаем Square Square не создает по каким причинам по тем причинам что это ребро отрезалось до видите до этой точки можно можно вручную продлить Extend первым Surface не помогает значит что в этом случае нужно делать можно попробовать создать Blend Curve скопировать ее 4 раза вокруг Z 90 градусов 3 копии и дальше наши действия Extend нашей поверхности непосредственно вот сюда здесь мы убираем Normal теперь убираем 1 2 3 5 6 7 8 и проверяем здесь все в порядке видите точечек стало больше но проверочным потому что в экстрасе у нас течет 3 там больше спанов на каждый спан ставим и в этот раз у нас сквер должен получиться вот как он выглядит видно что в G2 нет ни здесь ни здесь ни здесь смотрим что мы можем делать для G2 нам необходимо здесь минимум 5 степень 5 не здесь здесь 4 а здесь 5 в принципе довольно неплохо построилось и все равномерно осталось установить вот что мы имеем по каким-то причинам не получается создать даже здесь Continuity G2 можно попробовать использовать Qualinear Options то есть он выравнивает направление относительно опорных поверхностей направления контрольных точек это нам дает небольшой разнос вот здесь то есть уплотнение идет к этому краю это не есть хорошо потому что здесь мы теряем получается плоское поверхность идет нам это не нужно и в финале нам нужно Continuity G2 здесь что вообще практически не возможно мы пока оставим это вот так установим здесь проверочные проверочные здесь можно нажимать и сейчас приступим к посредственному таргет моделингу скажем так вручной настройки всех этих прибамбас попробуем установить здесь симметри плоскость видимо плеер симметрис экплей нам нужно вот это так симметрис работал значит и сохранилось Continuity G2 это очень хорошо значит что нам необходимо теперь нам необходимо теперь эти инструменты можно удалить уже кривое построение история здесь ненаверная этим инструментом полным выравнять Continuity G2 наш этот участок этот квот к этой поверхности он построил G2 теперь используя вручную манипуляцию CV что это все значит перемещение контрольных точек CV по оси XYZ это отключение осей перемещение 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 всего хала то есть вот этого всего всех CV на одном из вот как оно выглядит или этот или этот там все понятно перемещение по нормалям Normal CV слайд вдоль вот этих линий чем мы сейчас и займемся mouse NCV я ставлю здесь стол здесь 0 добавляю чтобы step size то есть был очень маленький чтобы двигать очень медленно вот видите он автоматически подравнивает то есть даже если мы будем смещать вверх он все равно выравнивает на G2 здесь мы можем немножко увеличить вот о чем я говорил вот эту дугу эта дуга дает нам завал здесь вовнутрь общей топологии это не есть хорошо поэтому можно использовать выравнивание Project и здесь с этой поверхности к этому три на данных генджер и двигая ТЛСИ ветер соблюдая историю выравнивает и относительно этого и относительно этого еще немножечко вот так выравнивает уже лучше нет это можно вернуть на место и так убить историю и имени результат практически удовлетворительный осталось скопировать этот объект и выравнять эту часть небольшой ТЛСКВЕР подровнять немножко слайдом удовлетворительный сет можно использовать инструмент в Вот это выравнивает между двумя точками. И еще раз, потому что он убил историю, выравнивает. Итак, вот что мы имеем. Сейчас довольно-таки неплохо получается, но здесь у нас failed position, и мне не сильно нравится распределение. Это мы опять же будем все равнять вручную. Так, поехали дальше. Очевидно, что этот кусочек не симметричен относительно своей оси. Поэтому нужно попробовать его удалить. Здесь откуда-то делая скверфонсорфис, видно, что здесь нам не нужно попробовать обычным блендом. В истории в 3G2, здесь по-молчанию стоит единица. Мы получаем бленд выравненный. Опять же, тут небольшой завал. Вот видите, тут скопление более плотное, чем вот здесь. Из-за этого получается вот такая плоскость. плоскость это не есть хорошо. И слайдерами на чуть-чуть подтянем его к центру. Вот это бленд, тот, что нам нужен. И здесь можно уже быть уверенным, что равномерно распределим между сторонами контрольные точки. Что нам осталось? Нам осталось выравнять вот эту часть. Значит, видно, что он вообще не попадает на то, что он пишет. Поэтому мы здесь используем антрим. Фильтры выделения. Керам сурфейс. Выделяем этот кусочек. Дальше используем нормал проекцию. Выбираем поверхность. Это ребро. И делаем трим заново. Ставим проверку. Position. Желтень не попадает. Значит, как понимать все вот эти графики, стрелочки, энглы и гарбы? Энгл это значит, что у нас не совпадает Tangent Continuity. То есть, G1 у нас не попадает. Gap это значит, что Position не попадает. То есть, у нас не совпадает. Оранжевые точечки, значит, показывают, где совпадение есть. Кривизна радиуса этого графика, показывают, что максимальное расстояние гапа. Вот в этом месте. Значит, как равнять это все вручную? Если гапа, стрелочка, вот гапа показывает, то есть, она вот в этом направлении, значит, двигать вот эти контрольные точки нужно вверх или вниз. Праллельно вот этой линии. Если гапа часто бывает, показывает вот это направление, то значит, что лучше сделать Retrim. Потому что не совпадают они вдоль поверхности. А сейчас они на разных высотах находятся. Итак, включаем Move CV. Нам нужно по нормали CV. Очень маленький шаг. Предупреждаю, что если мы начнем трогать эти CV, удалится история построения. У нас это устраивает пока. Двигая, мы видим, следим за Continuity этих ребер. Видно, что гап уменьшилось, но здесь явная проблема, просто у нас недостаточная степень вдоль этой координаты. Попробуем увеличить. Оставить не 5, а 7. И еще один прием. Можно воспользоваться этим инструментом. Но не ставить CV, он может сбить вот эти направления. Оставить Position. Position горит зелененьким. Сейчас мы проверим. Фильтр выделения, локаторы. Убираем. Убираем. Ставим новый. И видим теперь, что гап у нас показывает именно то управление, при котором нужен Retrim. Делаем Un-Trim. Удаляем Curven Surface Pet. Проецируем новый на эту поверхность, это ребро. Делаем Trim заново. Проверяем. Position у нас отлично попало. Когда появилась желтенькая буковка T, это значит, что теперь у нас не хватает Angle. Это проблема Continuity Tangent. G1. Выравнивается оно на одном расстоянии, на одной CV от начала. По нормали. Двигаем вот эти. Видно, как оно меняется. Появилась дополнительная Curvature. Это значит, что в этом месте Tangent уже установилась, в этом еще нет. Теперь у нас всего лишь не хватает пару движений. Итак, у нас Curvature. Это на двух расстояниях. На две контрольные точки. От начала. Равняем вот здесь. Видно, как постепенно она становится на место. Вот и все. Верхность выравнена со степенью 7 относительно 3 точек и имеет очень неплохое отображение и очень неплохую топологию. Теперь Финал Допликнет Куда-то там взялась Дополнительная Выключаем Удалим Сначала все Старое И вот это Значит у нас Здесь 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 Все в порядке Соответственно Все вот эти моменты тоже в порядке Осталось только Делать ретри Этих мест Ничего уже Настраивать Не нужно Сделать Стойкованно Далим Сверху на сэрфис Эту 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 И Спроекцировать Заново По нормали К этой поверхности Эти ребра Попали на Кривую Да Они остались Еще Вот так Заново Верхность Раз Два Три Четыре И Трим Заново Раз Проверяем Вот и все Урон Закончен Итак Пару слов Про то На каких Настройках Все это Нужно Делать В меню Preference Construction Options Выставляем Катя V-File Это Набор Уже Установленных Толерансов И Из всех Этих Настроек Катя И Инвентар Инвентар Имеет Самый Точный Следующая Катя По точности Имеет Очень Большие Толерансы Точнее Очень Точные Это Значит Что Чтобы Построить Такой Объект Нужно Очень Хорошо Постараться И Если Вы Строили В Настройках По умолчанию Попробуйте Поставить V-File Перестроить Это И Поймете В чем Разница Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...